Амёбы 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 Чем голый гад Отличается от пресмыкающихся? Молчат Это просто смешно Тазовых почек Нет у голых гадов Ну, вы-то знаете А я с ними три часа провозился Все 76 человек По новой срезались Но ничего, ничего До осени подучат Дас вернулся к микроскопу Я часа через три И в красном луче спектра Увидал эдакую историю Невероятно Невероятно Почему никто раньше не заметил Почему я сам не заметил Вы открыли луч жизни Ну, 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 ну Не надо этой фантастики Действительно луч оказывает Некоторые действия на дейтерплазму Что вы толкуете о мелких деталях О дейтерплазме Будем говорить прямо Вы открыли что-то неслыханное Профессор Персиков Вы открыли Луч жизни Герои Уэллса По сравнению с вами Просто вздор Ой, я-то думал Что это сказки Вы помните его Пищу богов? Пищу богов? Этот роман Ну да, господи, известный же Да-да-да Я забыл его Помню, читал, но забыл Посмотрите Что делается Они растут прямо на глазах Амеба делится в вашем луче За три секунды За две Тем более А какое потомство Они просто готовы Пожрать всех кругом Кстати После того, как вдоволь насмотритесь Не забудьте уничтожить весь препарат Неизвестно, что за потомство Дадут эти гигантские амебы И вот о чем просить вас хотел Петр Степанович Не могли бы вы соорудить камеру Где луч можно будет получить Вне микроскопа Конечно Конечно, профессор Это чрезвычайно просто Линза Еще линза Зеркало Простейшая конструкция Да Только Да-да-да-да-да Да, Петр Степанович Когда я опубликую работу Напишу Что камеры сооружены Приват-доцентом Петром Степановичем Ивановым О Это не важно Впрочем Конечно Радиожурнал Новости науки и техники От 20 июня Изобретен луч Невероятно повышающий Жизнедеятельность Низших организмов Изобретение сделал Профессор Московского университета Певсиков Певсиков Даже фамилию правильно указать не могут Певсиков Певсиков Безобразие И откуда эти свистуны все знают Че тебе панкрат Он не Там вот Вот ее Бумажка Альфред Бронский Сотрудник журналов Красный огонек Красный перец Красный журнал Красный прожектор И газеты Красная вечерняя Москва Панкрат Гони его К чертовой мать Так ведь он Ну что же Так ведь он Из ГПУ Они говорят Там вот как написано Сатирический журнал Красный ворон ГПУ Позови-ка его сюда Сейчас Так я уж Здесь Здрасте Что вам надо Ведь вам же сказали Что я занят Я занят Я прошу тысячу раз извинений Глубоко уважаемый профессор Что я Прорваюсь к вам Отнимаю ваше драгоценное время Но Известие О вашем Мировом открытии Прогребевшее По всему миру Заставляет Наш журнал Просить у вас Каких-либо Объяснений Какие такие Объяснения По всему миру Какие Я не обязан Вам давать Объяснения Ничего такого Я занят Страшно занят Над чем же вы Работаете Да я Вы что Хотите напечатать что-то Да Хочу Во-первых Я не намерен ничего публиковать Пока не закончу работу Тем более Ваша газета Во-вторых Откуда вы все это знаете Верно ли известие Что вы Изобрели Луч Новой жизни Какой Такой Новой Жизни Новой Жизни Что вы Мелите Чепуху Луч Над которым Я сейчас Работаю Еще далеко Не исследован И вообще Ничего еще Такого Неизвестно Возможно Что он повышает Жизнедеятельность Протоплазмы Возможно Ну что за Обывательские разговоры И вопросы Предположим Я скажу Ну в тысячу раз Ух Так это же Получаются Гигантские Организмы Да ничего Подобного Ну правда Организмы Полученные Мною Больше Обыкновенные Но я только Начал Эксперименты Исследовал Амеб Теперь работаю Над лягушками Амеб Ну имею Некоторые Некоторые Новые Свойства Но и тут же Главная Не величина А невероятная Скорость размножения Так Что вы там пишете А? Что вы там Такой пишете Так А правда ли Что в течение Суток Из икры Лягушек Можно получить Два миллиона Головастиков Из какого Количества Икры Вы видели Когда нибудь Икринку Ну скажем Квакши Из полфунта Ну кто ж так Мерит Черт возьми Что такое Говорить Ну конечно Если взять Полфунта Лягушачьей Икры Тогда пожалуй Ну черт Ну около Этого количества А может быть И гораздо больше А правда ли Что вот это Вызовет Мировой переворот В животноводстве Да что это За газетный вопрос И вообще Я не даю вам Разрешения Писать чепуху Я вижу По вашему лицу Что вы пишете Какую-то мерзость Вашу фотографическую Карточку Профессор Убедительнейше Прошу Что Мою карточку Да Это в ваших Журнальчиках Вместе с этой Чертовщиной Которой вы там Пишете Нет Нет И нет И я занят Прошу вас Ну хотя бы старую А мы вам ее вернем Моментально Панкрат Панкрат Проводи господина репортера О нет Отчичаться Отчичаться Сесть имею Кланяться Да Профессор Я сотрудник газеты Вестник промышленности Расскажите Над чем вы сейчас Работаете Да Профессор Не желаете ли вы Жениться на вдове Интересной и пылкой Имеющей квартиру В семь комнат Я вам советую Кошмарные убийства На Бронной улице Кошмарная болезнь Кур в республике Кошмарное открытие Луча жизни Профессора Персикова Кошмарная болезнь Кур в республике Говорящая радиогазета Представляет статью Альфреда Бронского Мировая загадка Садитесь Приветливо сказал нам Мастит и ученый Персиков Я давно хотел познакомить Московский пролетариат С результатами Моего открытия Никакого садитесь Я ему не говорил Это просто нагреть Необыкновенного свойства Из полфунта икры В течение трех дней Вылупляется Такое количество Головастиков Что их Нет никакой возможности Сосчитать А ну и всех К черту Кошмарное убийство На Бронной улице Кошмарная болезнь Кур в республике Кошмарное открытие Луча жизни Профессора Персикова Открытие Икс-Луча По поступившей на этот час информации Профессора Персикова С детишками Зарезали на Малой Бронной Никаких у меня детишек нету Сукины дети Здравствуйте Господин профессор Здравствуйте Как вы сюда попали? Ну раз попал Надеюсь Не выгоните Чем могу служить? Извините Что так поздно Но Господина профессора Невозможно Днем никак поймать Пардон Никак застать Да Я занят Время Деньги Как говорится Сигара Не помешает Профессору? Но 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 Профессор Ведь открыл Луч жизни Помилуйте Какой такой Луч жизни? Черт знает Это выдумки Газетчиков Ах нет Нет Я прекрасно понимаю Эту скромность Которая Составляет Истинное украшение Всех настоящих Ученых О чем же говорить? Весь мир Следит за вашей Работой Затаив Дыхание Но всем прекрасно Известно Как тяжко Положение Ученых В России Антар Ну Суади Здесь Никого нет Посторонних Увы Здесь не умеют Ценить Ученые Труды Так Вот Я хотел бы Переговорить С профессором Одно Иностранное Государство Предлагает Вам Совершенно Бескорыстно Помощь В ваших Лабораторных Работах Государству Известно Как тяжко Вам пришлось Во время Этой Революции Ну Конечно Это строгая Тайна Вы Ознакомите Государство С результатами Своей работы А оно За это Будет вас Финансировать Ведь у вас Есть камеры Для получения Луча Вот Интересно Было бы Ознакомиться С чертежами Этих камер Какой-нибудь Пустяк Пять тысяч Рублей Задатку Вы можете Получить Сию В минуту И расписки Не надо Вы просто Меня обидите Если заговорить Если заговорить О расписке У меня Так Владимир Профессор Пять тысяч Пять тысяч Постанавливаем И Первое Организовать Охрану Профессора Персикова Второе Закупить За границей Яйца Змей Крокодилов Страусов И других Животных Согласно Списку Государственным Органам Предписать Оказывать Товарищу Персикову Всяческое Содействие Товарищ Профессор Товарищ Профессор Ах Это вы Опять Хотите Написать Про меня В своих Газетках Пару Минуточек Дорогой Профессор Я Только Один Вопросик И чисто Зоологический Позвольте Предложить Предложите Предложите Что вы Скажете Закур Дорогой Профессор Панкрат Пусти Этого Струтуара Сейчас Владимир Япатич Теперь К вам И не попадешь Кругом Охрана Садитесь Садитесь Благодарю вас Так Объясните Мне Пожалуйста Вы Пишите Там В этих Ваших Газетах Точно Так Я И вот Мне Непонятно Как Вы Можете Писать Если Вы Не умеете Даже Говорить Грамотно Что 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 За Пара Минуточек И За Кур Вы Вероятно Хотели Спросить Насчет Кур Да Валентин Петрович Поправит Кто Это Такой Валентин Петрович Заведующий Литературной Частью Ну Ладно Я Впрочем Не филолог Что Именно Вам Желательно Знать Насчет Кур Вот Вообще Все Вот Все Что Вы Скажете Профессор Вы Напрасно Обратились Ко мне Я Не специалист По пернатам Я Лично Знаю Весьма Мало Впрочем Если Это Вам Интересно Извольте Куры Или Гребенчатые Род Птицы Из Отряда Куриных Из Семейства Фазановых Фазанили Представляют С собой Птиц С Мясистым Кожным Гребнем И Двумя Лопастями Под Нижней Челюсть Впрочем Бывает И Одна В середине Подбородка Ну Что Ну Ну Что Еще Крылья Короткие И Округленные Хвост Средней Длины Несколько Ступенчатый Я бы Даже Сказал Крышеобразный Средние Перья Серпообразные Изогнутые Панкрат Принеси Из Модельного Кабинета Модель Номер 705 Разрезной Петух Впрочем Вам Это Не 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 Панкрат Не Приноси Модели Повторяю Вам Я Не Специалист Я Был Что Нибудь Узнать Насчет Куриных Болезней Я Не Специалист Я Лично Весьма Мало Знаю А Впрочем Ну Ленточные Глисты Сосальщики Чесоточные Клещи Птичеклещ Куриные Вож Или Пухоед Блохи Куриные Холера Крупозно-дефтеритное Воспаление Слизистых Оболочек Туберкулез Куриные Парши Отравление Бешенец Опухоль Английская Болезнь Грибок Охарион Шенляйни Очень Кстати Интересная Болезнь При заболевании На гребне Образуются Маленькие Пятна Похожие На плесне Нет Вот Извините А какая По вашему мнению Профессор Причина Вот теперешней Катастрофы Какой Катастрофы Как Разве Вы Не читали Я не читаю Газет Но почему же Профессор Потому что Они чепуху Какую-то пишут Чепуху И Вы не читали Моей статьи Куриный мор В республике Передаем Сообщение Правительства В связи С эпидемией Куриной чумы Подоловье Кур в республике Стремительно Сокращается Держи Образована Чрезвычайная Комиссия По борьбе С куриной чумой Под угрозой Тягчайшей Ответственности Воспрещается Населению Употреблять в пищу Куриные мяса И яйца Частные торговцы При попытках Продажи их На рынках Подберяются Уголовные ответы Осторожнее Что вы Ничего Сейчас Куриный мор В республике Куриный мор В республике Передаем Сообщение Правительство Республики Сообщает Что в связи С гибелью Всех кур Эпидемия Куриной чумы Прекратилась Правительство Постановляет Первое Чрезвычайную комиссию По борьбе С куриной чумой Переименовать Чрезвычайную комиссию По поднятию И возрождению Куроводства Ты смотришь Пускай и дальше Выгружают А я Пойду на телефон Повести массовую Закупку яиц За границей Выключи радио Панкрат Слушаюсь Да Не пуха Как говорится Не пера Уж месяц Вы заседали По всяким Куриным комиссиям А кура Все равно Передохли Беда Одно слово Беда Но теперь Наконец Я могу вернуться К оптам С моим лучом Там до вас Господин профессор Рок Пришел Это интересно Только я занят Я скажу Они говорят Что с казенной бумагой С Кремля Рок С бумагой Редкое сочетание Ну-ка давай Его сюда Давай Кушаюсь Здравствуйте Вы с бумагой Я Александр Семенович Рок Нус Так что Я Назначен Заведующим Показательным Совхозом Красный луч Нус И вот К вам товарищ С секретным отношением Интересно было бы узнать Покороче если можно Не толкайте Стол Не толкайте Вот собственно Бумага Алло Алло Кремль Заведующий Животноводством Птаху Парусюка Профессор Персиков Как отдать камеры Для получения луча Как отдать Но это остановит Мои опыты Простите Я не могу Понять Как же так Я Без моего Согласия Совета Ведь он Черт знает Что она делает Извиняюсь Я заведую И Тихо вы Извините Я не могу Понять Отдать Мои камеры Я наконец Категорически Протестую Я Не даю Своей Санкции На опыт С яйцами Пока я сам Не попробую Так Так Я умываю руки Извольтесь Повинуюсь Не мое дело Да мне Неинтересно Извиняюсь Вы же товарищ Да что вы все Товарищ Да товарищ Товарищ Извините Так вот Пожалуйста Вот вам Камера Для получения луча Вот дуговой шар От него Вы получаете Путем передвижения Окуляра Пучок Который вы можете Собрать путем Передвижения Объективов Вот номер Один И зеркало Номер два А на полу камеры Можете просто Разложить в луче Все что вам нравится И делать опты Чрезвычайно просто Не правда ли Только предупреждаю Руки не совать в луч Потому что по моим наблюдениям Он вызывает Разрастание эпителия А злокачественны ли они Или нет Я к сожалению Еще не мог Установить А как же Можете купить Резиновые перчатки Я не обязан Об этом заботиться Откуда вы взяли Вообще Почему вы Почему вы Уцепились За этот луч Потому что Это величайшей Важности Дело Ага Величайшей Я не могу понять Вот чего Почему Нужна такая Спешность И секрет Вы профессор Меня сбили С понталыку Вы же знаете Что в стране Куры Все Издохли До единой Ну и что из этого Что же вы хотите Их воскресить При помощи Моего Еще не изученного Луча Товарищ профессор Вы меня Честное слово Сбиваете Я вам говорю Что нам необходимо Возобновить У себя Куроводство Потому что За границей О нас пишут Цаги Гадости Куроводство Медленно У меня есть С собой Люди И охрана Вот Панкрат Видишь Все забрали У нас Так точно Владимир Япатич Ты знаешь Дорогой Панкрат Жена Моя Сбежала От меня 15 лет Назад С тенором Оперы Зимина Записку Тогда Она мне Оставила Невыносимую Дрожь Отвращения Возбуждают Вовне Твои Лягушки Я Всю Жизнь Буду Несчастна Из-за Них Так Она бы Передка Потом Поступила А теперь Умерла Оказывается Вот История Панкрат Милая Мне письмо Прислали Потом Известное Дело Лягушка Жены Не заменить Иди Панкрат Ложись Спать Миленький Голубчик Панкрат Тоже Видишь Плачет Лучше Ты уж Наорал На меня Лучше Бо Убил Ей Бо Я Свою Бабу Подумываю Выписать Суды Ну Чего Ей В самом Деле В деревне Сидеть Только Она Гадов Этих Не Выносит Ну Нипочем Отдел Животноводства Планирует Применить Для возрождения Куроводства Республики Луч Профессора Перстикова Да Выключите Вы эту Голематью Как вам Угодно Безобразие Ну Форменное Безобразие Два Месяца Не можем Получить Посылки С яйцами Гадов Два Месяца Ну Сами Знаете До Америки Не близко Тут еще Кутерьма С этими Курами Впрочем Придет Посылка Обязательно Придет Отдел Животноводства Планирует Применить Для возрождения Куроводства В республике Луч Профессора Персикова Вор Вор Зик Т Е Е Е Е Е Е Е Манечка Принеси Словарь Держи Осторожно Яйца Все правильно Вы потише Пожалуйста Осторожнее Что в ней Ничего Петят А что ж так Мамы прислали Заграничные упаковочки Это вам не то Что у нас Маня Осторожнее Ты же их побьешь Ты Александр Семенович Сдурел Какое золото Подумаешь Что я никогда Яиц не видала Ой Какие большие Заграница Разве это наши Мужицкие яйца Все вероятно Бретт Мапутри Черт их возьми Немецкие Известное дело Только не понимаю Чего они грязные Мань Ты присматривай Пускай дальше Выгружают А я пойду На телефон Слушаю Сейчас с вами Будет говорить Провинция Слушаю Мыть ли яйца Профессор Что такое Вы спрашиваете Откуда Говорят Я говорю Откуда Красный луч Смоленской Губернии Ничего не понимаю Никакого Красного луча Не знаю Кто это Рок А Рок Какой Рок Ах да Это Вы Так вы Что Спрашиваете Мыть ли яйца Прислали Из-за границы Мне партию Яиц Упакованы Превосходно Под крышкой Слой Парафиновой Бумаги Затем Промокательной Слой Стружек Опилки Заграничной Заграничной Упаковочкой Пока Как вам нравится Этот тип Петр Степанович Да Воображаю Что он там Напечет Из этих яиц Ну прекрасно Очень возможно Что на дейтоплазму Куриновый яйца Луч окажет Такое же Действие Как и на плазму Голох Очень возможно Что кура У него Вылупится Но ведь Ни вы Ни я Не можем сказать Какие это Куры будут Да Может быть Они Не к черту Будут негодны Может быть Они подохнут Через два дня Может быть Их и есть Нельзя А разве Я поручусь Что они будут Стоять на ногах Может быть У них Кости ломкие Совершенно верно Вы можете Поручиться Петр Степанович Что они Дадут поколение Нельзя поручиться Ведь Заметьте Мы ждем Нашего заказа На яйца Присмыкающихся Два месяца А этому уроку Моментальные яйца Прислали И вообще Всякое содействие Ничерза у него Не выйдет Профессор И просто Кончится тем Что вернут Наши камеры Кстати У меня Все готово К опытам Вы Противогазы получили? Да Сегодня утром Я думаю Мы так сделаем Двери Операционные Можно будет Наглухо Закрыть А окно Мы откроем Ну конечно Ну вот Вы Стало быть Я И Кого-нибудь Из студентов Можно назвать Гриму-то Можно Это Который У вас Сейчас Саламандрами Работает? Да Весной Он не мог Сказать Как устроен Плавательный Пузырь У голозубых Нет 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 Он Ничего Он Хороший Студент Только Вы Газ Проверьте Петра Степанович А то Черт их знает Пришлют Какую-нибудь Гадость Нет Нет Вчера Я уже Пробовал Нужно Отдать им Справедливость Превосходный Газ На ком Пробовали? На Обыкновенных Жабах Пустишь Струйку Мгновенно Умирают Да Да Профессор Вы Напишите Отношение В ГПУ Чтобы они Нам прислали Электрический Револьвер Да Но Я не умею С ним Обращаться Я на себя Беру Замечательная Штука Бьет Шагов Наста И наповал По-моему Даже и газа Не нужно Да Ну Остроумная Идея Алло Дайте Мне Эту Как ее Лубянку Да Лубянку В хозяйстве Красный луч Начались Опыты По выращиванию Кур В опытах Используется Луч жизни Открытый Профессором Университета Персиковым Руководит Опытами Директор Хозяйства Александр Семенович Рок Кончай играть Александр Семенович Про тебя По радио Передают Эх Маня Вот выведем Мы цыпляночек На всю страну Прогремим Приключай Маня Радио Давай я тебе Музыку сыграю Маня Ты слышишь Проклятые собаки Че они Как ты думаешь Разбесились Откуда я знаю Знаешь Манечка Пойдем Посмотрим На яички Ей богу Александр Семенович Ты совсем Помешался Со своими Яйцами И курами Ну Отдохни Ты хоть Немножко Нет Манечка Пойдем Стой Кто идет Да я Это Рок Добрый вечер Александр Семенович Тихо Пока Ты гляди Какие они В этом луче Красивые Эх Выведу я Цыпляток Вот видите Что не выведу Вы знаете Александр Семенович Мужики В деревне Говорили Что вы Антихрист Говорят Что Яйца Ваши Дьявольские Говорят Грех Машины Выводить Что вы скажете Вот народ Ну что вы сделаете С таким народом А Манечка Надо будет им Собрание сделать Завтра вызову Из уезда работников Я им сам Скажу речь Надо будет Вообще Тут Поработать А то это Медвежий Какой-то угол Я не знаю Темнота Ух ты Зреет Вот это Зреет Теперь вижу Вижу Видал Да Дело Замечательное Вот оно Вот оно Слышите Это они Клювами Стучат Цыплятки Не выведу Цыпляток Скажите Нет Дорогие Ме Выведу Таких Что вы Ахнете Тихо Чего Манечка Тихо Александр Семенович Слышишь Слышу Слышу Стучат Стучат Клювиками Да нет Птицы Все птицы В стае Собираются Эх Вон Вон Гляди Прямо Косяками Улетают Действительно Это Странно Я не могу понять Зачем этим птицам Понадобилось Улетать Летом Откуда Товарищ Часовой А разговорчики Эти вы Бросьте Ясно Так точно Ясно И на посту Не спать Завтра Удом Приду Проверю Маня Идем Улетают 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 Непонятное дело Я тут не причинен Товарищ Товарищ Спасибо Вам И от души Благодарен Что вы Товарищ Думаете Зачем Вас Поставили Смотреть Так вы Мне и скажите Куда Они Делись Ведь Вылупились Они Значит Удрали Значит Вы Дверь Оставили Открытой Да и Ушли Себе Сами Чтоб Были Мне Цыплята Некуда Мне ходить Что я своего Дела Не знаю Что вы Меня попрекаете Даром Товарищ Рок Куды Ж Они Подевались Да Почем Я знаю Что я Их Караулю Разве Я зачем Поставлен Смотреть Чтобы Камера Никто Не Упер Я Исполняю Свою Должность Вот Вам Камеры А ловить Ваших Цыплят Я не Обязан По закону Кто Его Знает Какие У вас Цыплята Вылупятся Может Их На велосипеде Не догонишь Черт Их Знает Одна Скрылупа Осталась Окна Заперты Ну Через Крышу Они Улетели Что Александр Семенович Станут Вам Цыплята Летать А не Тут Где Нибудь Пош Не Оставляйте Ведите Наблюдение Не Появятся Ли Цыплята Ясно Так Точно Пойду На пруд Окунусь От Жары Прямо Ложись И Помирай Пойдешь Со мной Полотенце Возьму Только Ежели Что Позовите Так Точно Так Точно Так Точно Охрана Мой Тихо Цыплят Устерить Не Могут Ой Цып 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 Александр Семенович Подожди Цып 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 плетёная корзинка заклинают флейтер, флейтер Что ты одурел, что играешь на жаре? КОНЕЦ Пили вчера. Сколько выпили? Честно только. Имя-то своё, помните? Звать-то вас как? И не мучите здесь во мне, коровник, отделение ГПУ Пили что-ли вчера много, что вам змеи гигантские мерещатся? Ни капли. Я не пью. Я Рок Александр Семёнович, директор совхоза «Красный луч». Ну вот, вот и хорошо. Водички выпейте, успокойтесь. А как вы до нас добрались, Александр Семёнович? Тут пешком два дня хода до вашего «Красного луча». Я бежал! Я бежал! Бежал! Ну что ж, поедем, а? Давай мотоцикл. Вы поедете с нами. Нужно показать. Нет, нет, нет. Оставь его. Видишь, человек не в себе. Отправьте, отправьте меня в Москву. Вы разве совсем не вернётесь в совхоз? Ну ладно, ладно, ладно. Вы действительно не в силах, я вижу. Сейчас Курьерский пойдёт, с ним и поезжайте. Что думаешь? Да не было ничего. Он же сумасшедший. Галлицинация и всё такое. Не похоже. В соседнем городе цирк гастролирует. Может, оттуда удав сбежал. Ведь надо проверить. Слушайте меня. Слушайте! Что ж вы не верите? Она была? Где моя жена? Где мать? Хорошо. Хорошо. Вы с нашим сотрудником следуете в Москву. Мы едем на место происшествия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! Кто тут есть? Никого. Ты знаешь, что-то действительно случилось. Теперь я вижу. Катастрофа. Эй! Кто там есть? Эй! Чёрт их знает. Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Обойдём кругом. Каранжереем, всё обшарим, а там можно будет протелефонировать. Погоди-ка. Затвор взведи. Сделано. А ну-ка. Осторожно. Открывай. ВЫСТРЕЛ 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 Что застыл? Огонь! Слева! Слева! Смотри! ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Отходим! ВЫСТРЕЛ Помоги! Щупи! ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Сейчас. Я его гада сделаю. Сейчас. Секретной связью ГПУ. Два агента 5 августа выехали на место происшествия в совхоз «Красный луч» и обратно не вернулись. Просим выслать оперативно-следственную группу. ВОЗРОЖДЕНИЕ КУРОВОДСТВО ВСТРАНЕ ДЕЛО БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО Прогресс отечественной науки и техники. Открытие наших замечательных ученых. ВОЗРОЖДЕНИЕ КУРОВОДСТВО ВСТРАНЕ СЕКРЕТНЫЙ СВЯЗЮ ГПУ. Следственно-оперативная группа в составе 12 человек выехала 5 августа в совхоз «Красный луч» и обратно не вернулась. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Господин профессор! Молчи, Панкрат! Господин профессор! Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь ему прямо, что он свинья! Скажи, что я так! Профессор Персиков так и сказал. И пакет ему отдай! Господин профессор! Это черт знает, что такое! Это же неслыханное издевательство надо мной и над зоологией! Эти проклятые куриные яйца везут грудами, а я два месяца не могу добиться необходимого! Господин профессор! Молчи, Панкрат! Молчи! Словно до Америки далеко! Вечное безобразие! Ловля, ну, десять дней самое больше! Ну, хорошо, пятнадцать! Ну, хорошо, двадцать! И перелет два дня из Лондона в Берлин! День! Из Берлина к нам шесть часов! Ну, и все! Это какое-то неописуемое безобразие! Господин профессор, ящики привезли! Наконец-то! Наконец-то! Да что ж ты мне сразу не сказал, болван! Так вы все молчать! Панкрат, молчать! Ну, ладно, ладно! Взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить! Панкрат! Они что? Они что, издеваются надо мной? Это какая-то скотина, а не птаха! Я не позволю смеяться надо мной! Это что такое, Панкрат? Яйца! Куриные! Куриные, черт мои! Задрал! На какого дьявола они мне нужны? Пусть посылаете к этому негодяю в его совхоз! Барышня! Барышня! Кремль! Птаху Парусюка! Профессор? Вы знаете, что случилось? Вот газета! Газета, смотрите! Выслушайте, что они сделали! Что они меня вздумали удивить куриными яйцами? Этот птах оформенный идиот! Посмотрите! Посмотрите, что они прислали! Так вот что, теперь я понимаю! Нет, вы только гляньте! Вот здесь, в газете! Кто это, по-вашему? Что за черт? Это... Это анаконда! Анаконда! Водяной удав! Профессор, это анаконда из Смоленской губернии! Что-то чудовищное! Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур! И вы поймите, они дали такую же феноменальную кладку, как лягушки! Что такое? Вы шутите, Петр Степанович? Откуда? Будьте покойны! Они наш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз! А куриные нам, по ошибке! Что?! Боже мой! Боже мой! Ну, теперь они будут иметь веселую историю! Ой! Что будет, я решительно не представляю! Профессор, вы послушайте! Змеи идут стаями в направлении Можайска, откладывая неимоверное количество яиц! Братья и сестры! Появились крокодилы и страусы! Они наступают! Боже мой! Боже мой! Д wunderbar! Бланализация новинка из России! timeframe через мимо Можайстаive! Благодаря новинка из России! Бланализация новинка из России! после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов. Нет. Анаконда! 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 Панкрат! Панкрат ловит на без кровати ему! У него удар! Слаби! 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 Анаконда! 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 Водиною дав! Водиною дав! Москва объявлена на военном положении. Населению оставаться по месту жительства. Все вокзалы взяты под охрану. Войска получили приказ открывать огонь по паникерам, пытающимся пробраться на вокзалы. В Смоленскую губернию следуют части Красной Армии, вооруженные газами. Гады будут уничтожены. Победа будет за нами. Совершенно секретно. Народному комиссариату просвещения приступить к эвакуации Государственной картинной галереи. Народному комиссариату финансов приступить к эвакуации Золотого запаса республики. Во избежание паники среди населения эвакуацию проводить в строгой тайне. Да здравствует конная армия! Вручайте, братцы! Бейте газа! Пасайте, братцы! Пасайте, братцы! Да здравствуют шиммические войска! Вручайте, братцы! Бейте газа! Бейте газа! Вручайте, братцы! Бейте газа! Спасайте Москву! Спасайте Москву! Никто не даст нам не повремя, Ни туз, ни дамы, ни поэт, Объем мы, как без сомненья, Тихо, бух, 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 бух! Ура! 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 Совершенно секретно! Конная армия в беспорядке отступает! Генеральному штабу ввести в бой все армейские резервы! Отдельная кавказская кавалерийская дивизия Блистательно выиграла бой За страусовыми стаями Уничтожены огромные кладки яиц Дивизия понесла незначительные потери Жители Смоленска, спасаясь от гремучих змей, зажгли город Смоленск полностью уничтожен пожаром Змеи движутся на Москву The latest news from Russia Reptiles already in Moscow The latest news from Russia The latest news from Russia Breaking news from Russia На настоящий момент оснований для паники нет никаких Населению предлагается принять меры к бронировке квартир На тот случай, если армия будет вести бои с гадами на улицах города Панкрат, выключи радио Слушаюсь Анаконда Анаконда Смерть персикову Родиной удар Смерть персикову Это ты, Рождество, гада Это ты, Рождество, гадов Смерть персикову Эх, как веснуется Что ж я теперь поделаю пока Закрой окно Слушаюсь Убегайте Профессор, убегайте Никуда я не пойду Никуда Они мечутся, как сумасшедшие Ну а если вся Москва сошла с ума, куда же я уйду? И пожалуйста, перестаньте кричать При чем здесь я? Это ты, Рождество, гада Это ты, Рождество, гадов Убегайте Убегайте, профессор Бегите, бегите, бегите Бегите, профессор Они чмяли всю охрану Ты, Рождество, гадов Сюда нельзя! Нельзя сюда! Профессор, взял! Дай! Ты отвергал, гадам! Это форменное сумасшествие! Вы совершенно дикий зверь! Что вам нужно? Вон отсюда! Панкрат! Ага! Гони! Вон! Сейчас! Сейчас! Сюда нельзя! Профессор, взял! Панкрат! Миленький галубчик Панкрат! Иди! 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 Анакондин! Анаконда! Водяной удав! Анаконда! 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 Водяной удав! Существующая тактика ведения боевых действий доказала свою полную неэффективность! Нет никаких сомнений, что гады будут остановлены на ближних подступах к столице! Совершенно секретно! Армия потеряла три четверти своего состава и в беспорядке отходит! Военно-воздушные силы не смогли задержать продвижение гадов, и они вплотную подошли к Москве! Приказываю всем боеспособным соединениям армии оставить столицу! Эвакуировать гражданское население в данный момент представляется невозможным и нецелесообразным! УРАААААААА! Субтитры создавал DimaTorzok По поводу происшедшего я, ординарный профессор Иванов Петр Степанович, могл сообщить следующее. В ночь с 19 на 20 августа упал неслыханный, никем из старожилов никогда не отмеченный мороз. Он продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Мороз уничтожил пресмыкающихся. Непрочные создания гнилостных тропических болот погибли за два дня, оставив после себя на пространстве трех губерний страшные зловония, разложения и гной. Красный луч профессора Персикова, так называемый луч жизни, получить вновь не удалось. Все камеры для получения луча погибли во время известных событий. Как непросто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не удалось скомбинировать вновь. Очевидно, что для этого нужно было что-то особенное, кроме знания. Чем обладал в мире только один человек. Покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков Вы слушали спектакль «Роковые яйца». Спектакль поставлен по повести Михаила Булгакова. Автор радиокомпозиции и режиссер Дмитрий Николаев. Музыкальное оформление Бориса Соколова. Редактор Ольга Хмелева. Звукорежиссер Любовь Рынзина. В спектакле заняты Михаил Ульянов, Борис Плотников, Евгений Князев, Владимир Кашпур, Сергей Колесников, Валерий Баринов, Александр Ильин. В остальных ролях артисты московских театров.